Городские власти осмотрели здание будущего музея камня. Ремонт здесь ведется более года. К зиме планируется завершить внутреннюю отделку стен и приступить к оформлению витрин. В хранилищах музея находятся несколько тысяч камней и работа по созданию экспозиции займет немало времени. Большая часть помещений уже музея камня подготовлены. И вот остался только первый этаж сейчас завершить. Я думаю, что мы к осени закончим первый этаж. Поэтому у города появится новый музей, достопримечательность города. Я думаю, будет всем здесь интересно и жителям города побывать, конечно, и гостям. На базе музея камня планируется создать планетарий. Такой идеей загорелись в члены ученической думы. Городские власти молодежь поддержали. Оптимальным, по мнению специалистов, оказалось помещение школы-музея Лида Склеа. Сейчас собирается информация о том, какие вообще планетарии существуют. По крайней мере, у нас в округе, в наших соседей, в Ярославле, в Нижненовгороде, в Владимире Костроме. И мы побывали в Нижненовгороде, посмотрели, как у них там все устроено, посмотрели аппаратуру, архитектуру планетария. Вот, исходя из этих данных, и в том числе мы будем, наверное, с Ярославным связываться, исходя из этих данных, мы и планируем реализовать проект, который мы задумали. Будущие планетарии разместят в небольшой одноэтажной пристройке площадью 36 квадратных метров. Здесь уберут перегородку и надстроят купол. Кроме планетария, в мечтах у сотрудников музея камня создание мобильной обсерватории. Мы планируем еще получить оборудование на мобильную обсерваторию. Это будет четыре телескопа разных систем. И мы будем проводить просветительские акции, такие как тротуарная астрономия в городе, и выездные семинары, так называемые звездные. Мы предполагаем, что будет машина, будем ездить по районным городам Ивановской области, проводить просветительские акции, то есть показывать все это нашим детишкам. Строительство планетарии обойдется в 3,5 миллиона рублей. Средства планируется получить за счет федерального гранта. Заявка на участие находится в стадии оформления. Вопрос финансирования пока остается ключевым. Если проект одобрят, то планетарий откроет весной 2014 года, когда в стране будет отмечаться 80-летний юбилей Юрия Гагарина. Создание полноценного астрономического учебного центра действительно позволит ивановским школьникам стать ближе к звездам.